Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. И все-таки он существует. Самара на два дня заглянул всероссийский Дед Мороз. Декрет о земле депутат Госдумы пообещал дачникам Прибрежного, что спустя 40 лет они наконец станут хозяевами своих участков. Восемь часов рок-н-ролла легендарная контора Кука отметила 25-летие. Сегодня вечером в Самаре загорелось кафе на Московском шоссе. Пожар начался вентиляцией. Ему присвоили повышенный ранг сложности 1 бис. Борьбу с огнем ведут 27 человек, которые используют 6 единиц техники. Из зданий эвакуировали 25 человек. Погибших и пострадавших нет, но очевидцы видели три скорых. Подробности рассчитываем сообщить в следующих выпусках. И к другим новостям. Главная встреча года. В Самару приехал всероссийский Дед Мороз. Первым делом встретился с детьми. За свое путешествие волшебник побывает в 28 городах. В Самаре проведет два дня. О программе главного волшебника страны расскажет Мария Левина. Финальная репетиция перед главной встречей года. И вот в зал Самарской публичной библиотеки заходит настоящий Дед Мороз. Здравствуйте, милые. Будем начинать. Свои вопросы главному волшебнику страны задали дети. Они же поделились с ним своими самыми сокровенными желаниями. На следующий Новый год я хотела бы пожелать, чтобы мой брат, он начинающий певец, поет песни, чтобы он стал популярным. Я уже загадала. Собаку. А почему собаку? Потому что у меня есть кот, но с ней ее можно дейсеровать. Свои поздравления Дедушке Морозу передали дети-инвалиды. К ним в гости волшебник обязательно заглянет. Вручил письма малышей Рамиле Рахматуллин. Он трудится в реабилитационном центре вот уже 17 лет. Я с ними говорю про Деда Мороза, про Снегурочка, про чудо, про волшебство, которое случится в новогоднюю ночь. Они, безусловно, в это верят и ждут этого. Начинать нужно с добрых сказок. В них вся истина. В сказках чудо добру помогает. В жизни добрых людей чудеса мои хорошие встречаются, происходят намного чаще. В Самаре волшебник задержится на два дня. Сегодня днем Дед Мороз успел поздороваться с горожанами в парке Гагарина. Здравствуйте, 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 любимые! Помощники волшебника устраивали танцевальные флэш-мобы и веселые конкурсы. Показывали творческие номера. А сам Дед Мороз провел фотосессию с детьми, а также спел вместе с самарцами свою любимую песню. В лесу родилась елочка. Из Самары Дедушка Мороз отправится в Нижний Новгород. За три года путешествий по стране он усколесил более 40 тысяч километров. За это время маленькие россияне получили 325 тонн подарков и укрепили свою веру в чудеса. Мария Левина, Василий Кладошов, события. Танцев много не бывает. На годние праздники на площади Куйбышева будет работать специальная площадка «Диджей Мороз». Ежедневно на каникулах самарцы смогут посетить дискотеку под открытым небом и насладиться танцевальной музыкой. Этот проект городские власти запускают впервые по просьбам горожан. Подготовку главной площади Самары к Новому году обсудили на еженедельном совещании городской администрации. О традиционных развлечениях тоже не забыли. С 22 декабря заработает деревянная горка с дюбингами. С 27 до мусадьбы Деда Мороза. В каникулы на площади будут работать 8 торговых домиков, 10 киосков питания. Для гостей подготовят и два катка с подсветкой и сервис-центрами по заточке коньков. Также 40 катков зальют у школы, а еще 67 – во дворах. Всего в городе будет 124 ледовые площадки, и это больше, чем прошлой зимой. По заливке катков, чтобы потом мы понимали, где разделить. А, первое – это парки, скверы и уровень города, уровень, скажем, департамента спорта. Вторая позиция – это уровень района, где какие площадки заливы и кто их потом содержит. Для того, чтобы мы точно понимали, в этом вопросе у нас не произошло какого-либо сбоя. Градская елка главы Самары пройдет 26 декабря. В театре оперы и балета в самарских школах уже идут творческие конкурсы на лучшую подделку, рисунок и новогоднее оформление. 6 декабря запустят проект «Елка желаний». В этой акции примут участие почти 500 детей. В Дворце ветеранов пройдут новогодние гоньки для пенсионеров. Кроме того, волонтеры поздравят на дому детей инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Землю дачникам жители поселка Прибрежное скоро смогут стать полноправными хозяевами своих участков. Раньше это было невозможно. Земля находилась в федеральной собственности. Какой выход в итоге нашли, знает наш корреспондент. Когда земля вроде бы твоя, но на самом деле нет. Эту дачу около Прибрежного дед Андрей Пасенко получил от завода еще в 70-х годах. Когда участок перешел по наследству к внуку, он сразу же попытался оформить дачу на себя. Оказалось, это невозможно. Часть участка – это земли лесного фонда, федеральная собственность. В таком же подвешенном состоянии несколько лет находится более трех тысяч дачников Прибрежного. Придя на это собрание, очень рассчитываем, что все образуется, все будет хорошо, все дачники у нас все оформят. Ситуация изменилась в этом году. Правительство России распорядилось перевести участок, где находятся дачи, из федеральной собственности в муниципальную города Самара. Это произошло после того, как дачники обратились к депутату Госдумы Александру Хенштейну. Он на месте убедился, что участки действительно используются по назначению. Затем по инициативе депутата в Федеральном агентстве лесного хозяйства прошло несколько совещаний. Депутат говорит, земля должна перейти в муниципальную собственность до середины января. Сейчас дачникам нужно размежевать и поставить ее на учет. После этого администрация города бесплатно передаст им эти участки. Более трех тысяч семей самарцев наконец смогут реализовать свои права. Они смогут получить в собственность то, что когда-то государство им выделяло, но, к сожалению, должным образом не оформило. И я этому искренне рад. Позиция администрации города и позиция департамента по этому вопросу только одна. Это всячески помогать гражданам, жителям поселка Прибрежный до оформления своих земельных участков. Мы будем оказывать всестороннюю информационно-метрологическую помощь в межевании этих земельных участков. Сейчас идет осмысление и, в принципе, радость от того, что в следующем году реально получить свидетельство на право собственности на свои участки. Как говорят и депутат, и представители администрации города, дачники смогут наконец-то стать полноправными хозяевами своих участков уже в следующем году. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Концентрант интеллекта в Самаре проходит крупнейший в Европе пятый региональный робототехнический фестиваль «Робо-фест» при Болжье. Он собрал участников научно-технического творчества от 6 до 30 лет. Какие уникальные разработки представлены и что ждет победителя, знает Елена Малютина. Робот Валя получил такое имя из-за схожести с мультипликационным персонажем. Только тот собирал мусор, а этот сортирует кубики по цвету. Простой механизм сканирует пространство, вычисляет окрас предметов, перевозит и оставляет их в нужных зонах. Участники команды «Я робот профи» сконструировали его за неделю. Еще три дня ушло на программирование. Юные инженеры принимают участие в «Робо-фесте» в третий раз. Говорят, здесь можно обрести новых друзей и поделиться опытом. На прошлом «Робо-фесте» мы познакомились с командой, мы с ними задружились и до сих пор, бывает, поддерживаем связь. Это очень приятно. И другое, соответственно, это опыт, который ты получаешь. Допустим, если мы не смогли выиграть, нас победили. Но мы не отчаиваемся, мы смотрим на свои ошибки, пытаемся стать лучше. Также анализируем соперника, смотрим на его робота. И самое главное, что это очень атмосферно. Вот этот дух соперничества, состязательства. Слаженная командная игра, конструкторские умения и глубокое познание физики и математики. По этим критериям определят победителя. На ежегодном фестивале представят свои уникальные разработки 17 команд. В каждой от двух до шести человек. Ежегодно количество участников растет, а задания становятся сложнее. Робот должен, как за можно меньшее время, справиться с заданием. Это, например, отсрисовать кубики или донести цилиндр в противоположную зону. Командный зачет идет за три соревнования. Это можно получить за каждые до 10 баллов. Также отдельный, индивидуальный зачет принимает с Олимпиадой. Там можно получить еще до 50 баллов. И абсолютно победитель идет по двум как раз этим категориям. Я думаю, что на робофестах рождаются звезды. Это те технологические, с технологической основой дети, которые как раз-таки потом, скажем так, будут составлять часть нашей элиты российской инженерной. За этими детьми гоняются работодатели, научные лаборатории. После победы в региональном этапе участники отправятся на конкурс в Москву. Победителя общероссийского робототехнического фестиваля «Робофест» ждет пропускной билет по физике при поступлении в МГУ. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Осторожно, мошенники. По данным МВД России, за год в стране на 70% возросло число краж с банковских счетов. Злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций и убеждают людей перевести деньги на чужие счета. Как обезопасить себя от воров, узнала Лариса Шалафаст. На удочку мошенников Лариса Панкратова попалась, когда пыталась перевести деньги на карты двух разных банков. Перевод не проходил, все время возникала ошибка. Девушка пыталась выяснить причину по телефону, но быстро это сделать не удалось, и параллельно она начала писать в группу банка в интернете. Как выяснилось позже, мошенники сделали клонированную страницу финансовой организации. Лариса не заметила подмены. Ей прислали СМС с кодом якобы для регистрации банковской операции, которой, ничего не подозревая, Лариса сообщила. В итоге невнимательность стоила девушке 100 тысяч рублей. Никак не удалось вернуть. Я, естественно, в этот же день обратилась в полицию. Утром, прямо с самого раннего утра, к началу рабочего дня банка, я пришла. Попросила у них специальную форму заявления, которая пишется, когда ты не согласен с операцией, получая ответ от этого банка, что мы ничего вам вернуть не можем, потому что произведены были якобы это мною действия. И если вы хотите возвратить свои деньги, то это уже уголовное дело. И через суд, через полицию вы это возвращаете. Украсть деньги со счета пытались и у Ирины Опариной. Девушки позвонили якобы сотрудники банка. И под предлогом, что по карте произведена сомнительная операция, попытались выяснить персональные данные. Это был день, и я еще была достаточно бодра для того, чтобы сохранить свидетельность. Я сразу же перезвонила в этот банк и рассказала им об этом. Самое интересное, что телефон, с которого был сделан звонок, он только на одну цифру отличался от колл-центра этого банка. С начала года число случаев мошенничества с банковскими картами в стране выросло на 70%. По данным МВД России, со счетов россиян украли в общей сложности полтора миллиарда рублей. В преддверии новогодних праздников, когда люди активно покупают подарки для родных и близких, самарцев просят быть особенно внимательными. Помните, что персональные данные ваши, данные банковской карты, в том числе ПИН, либо трехзначный код на обратной стороне карты, банковские сотрудники никогда не запрашивают. Поэтому в случае, если поступил такой звонок, необходимо немедленно прекратить разговор, связаться с горячей линией банка, в котором вы обслуживаете, и сообщить о данном факте. Банковские специалисты советуют подключить услугу СМС-информирования, чтобы в случае списания средств без вашего ведома оперативно связаться с банком, а также не хранить все деньги на одной карте. Например, для покупок в интернете завести отдельную карту и держать на ней небольшие суммы. А главное, не доверяйте звонкам, не сообщайте свои данные. Если возникают сомнения, лучше позвонить в службу безопасности банка по официальному номеру телефона самостоятельно. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Главный рок-событие года в Самаре – юбилей легендарной группы «Контора Кука», группа, которая идет своим собственным путем вне трендов, моды и признания. Вырабатывая в провинциальной изоляции, звук, способный соперничать с лучшими мировыми представителями, «Авантрока», пишет в рецензии на творчество коллектива популярные интернет-издания. Четверть века музыканты играют экспериментальный рок и не дают скучать поклонникам. В праздничном концерте «Кук», как называют лидеры группы, собрал своих друзей на сцене. Что из этого получилось, расскажет Мария Левина. Рок – это удивлять и злить. На сцене хулиганит лидер группировки «Контора Кука» Владимир Елизаров. «Кук», как его называют друзья, легендарному самарскому коллективу «Четверть века». Рок-н-ролл и секс. Что еще может? Какой еще может быть? И никаких наркотиков. Дурман в случае исполнителя – сама музыка. Ей он посвятил всю свою жизнь. В начале 90-х собрал таких же талантливых ребят. Так и появилась «Контора Кука». Музыканты играют разные виды рока – экспериментальный и психоделический. За годы существования состав группы менялся несколько раз. В свет вышли десятки песен. В юбилей «Кук» собрал своих друзей – тех, кого можно назвать представителями еще кулбышевской рок-волны. Не так много в Самаре таких концертов. Можно сказать, их вообще настолько мало, что их нет. И я думаю, иногда стоит немножко Самару так стрескануть чуть-чуть. Вот в плане авангарда, эксперимента, нойза. И вот где-то так. Иногда, иногда. Хотя бы раз в 25 лет. В раз встанах, когда-то потом, кто туда, кто туда, кто туда, кто туда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Евгений Живлаков, старый друг «Кука», вместе играют на концертах еще с далеких 80-х. В разных коллективах. Сейчас музыкант собрал группу «Кушва-бэнд». С «Куком» они схожи в страсти к экспериментальным мелодиям. Премьеру своего нового проекта Евгений приготовил специально для праздничного концерта. Евгений вспоминает, когда впервые услышал музыку Елизарова, не сразу понял. Но позже прочувствовал и втянулся. Сейчас признается и предупреждает. Творчество автора вызывает привыкание. В этот вечер музыканты сыграли свои треки и в качестве поздравления подготовили сюрприз – каверы на песни юбиляра. Там, где лениво течет далека, там, где лениво течет далека, это ловко. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Там, где лениво течет далека. Психологическое и физическое насилие – комплекс жертвы сквозь режиссерскую призму. В Самаре прошел фестиваль современной драматургии и театра «Ливановка». На нем зрителям показали постановки по пьесам, которые рассказывают об актуальных проблемах общества. Какой он, современный театр, увидел наш корреспондент. В ней нет отрицательных или положительных персонажей. Мне жалко каждого из этих людей. Так драматург Александра Стрижевская отзывалась о своей пьесе «Никто не слышал». Эскиз этого произведения представили на фестивале современной драматургии и театра «Ливановка». Жанр пьесы – новая драма, когда речь идет о современных проблемах людей, а дистанция между зрителем и актером минимальна. Так и в эскизе, который рассказывает о судьбе четырех человек, которые слышат и не слышат одновременно друг друга. И противоречивой истории главного героя – Алексея. Я размышлял в этой работе о том, что люди, как каждый человек – это вселенная. И когда две вселенные сталкиваются, вопрос первый – а могут ли две вселенные сойтись в одну? И если могут, то насколько это катастрофично. Пьеса – спутанный клубок этических проблем и человеческого непонимания. Главный герой – инфантилен, склонен отвлеченно философствовать. Любит походы и искусство. Знакомится со студенткой театрального института Яной. Юный, умный, доверчивый. Для нее это дружба, для него – страсть. В итоге это чувство калечит его и предмет его любви. С одной стороны, этот персонаж в пьесе никто не слышал Стрижевской. Он сам насильник, получается, но при этом и он же и жертва в то же самое время. Это про отношения, про одиночество и, конечно же, про любовь. И про то, что все-таки мужчина и женщина воспринимают все по-разному. И если ты хочешь понять, то стоит прямо спрашивать, чтобы ситуация трактовалась однозначно. Помимо этой постановки, на Ливановке показали еще несколько эскизов и спектаклей. Провели читки пьес. В фестивале участвовали как самарские, так и тольяттинские театры. Организаторы говорят, в этот раз программа оказалась очень насыщенной. Здесь очень большая театральная составляющая, тогда как в прежние годы упор делался все-таки в основном на драматургию. То есть фестиваль называется «Драматургией театра», но акцент делался на драматургию, здесь акцент на театр. У многих эскизов, показанных на Ливановке, есть шанс стать полноценными спектаклями. Для Самары, не сильно избалованные актуальным театром, это будет большим подарком. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. Журналист Самары Гесси Елена Чернявская выиграла в номинации телевизионная программа в конкурсе «Казачество Самарской области». Чем живет это военное сословие сегодня и кто предки современных казаков в своей работе отразила телеведущая. А продолжит тему Сергей Кизоркин. Подполковник Валентин Жаднов – потомственный казак. Его предки – Запорожье и Сурала. В советские годы были репрессированы, потому Валентин и скрывал долго свою родословную. Открыто носить китель офицера казачьих войск времен императорской армии начал в 90-е. Рассказывает, его дед любил по праздникам тайно надевать казачью форму. Участник войны в Маньчжурии с японцами имел два георгия. Но ничего не сохранилось, потому что когда начались репрессии, раскулачивание, вот это все, все погибло. Единственный раз я в жизни и то маленьким видел своего деда, он вот там в форме, с наградами. В Самаре по крупицам собирают историю казачьего войска. Вот уже пятый год в городе проходит фестиваль. Здесь и ярмарка казачьей формы, оружие, атрибутики, выставка картин и изделий прикладного творчества. В этом году впервые на деньги президентского гранта для журналистов устроили конкурс «Казачество Самарской области». Там участвовало более 50 средств массовой информации, печатной и электронной. И сегодня мы будем подводить итоги по восьми номинациям, где будут определены первые, вторые и третьи места среди лучших работ в разных видах, начиная от сайтов, кончая публикацией в сельских газетах. Журналист-самаргиз Елена Чернявская в этом году сделала серию сюжетов и программ про жизнь самарских казаков и победила. Получать награду приехала всей семьей с мужем и двумя сыновьями. Я очень люблю свою маму и я очень рада, что она выиграла первое место в конкурсе и для меня это что-то прекрасное. Работать над этой программой было очень приятно и интересно. Ну и собственно получать награду будет, я думаю, что мне тоже очень приятно, потому что первое место в номинации телевидения, ну мне кажется, достижение такое достаточно серьезное. Эмоции, которые переполняют, конечно, только положительные. Здорово, очень приятно, когда твоя работа оценивается по достоинству. Казаки все еще мечтают вернуть себе былую славу предков и стать элитным сословием в вооруженных силах российской армии. Сейчас на их погонах лежит ответственность за патриотическое воспитание молодежи. В Самаре работают подростковые клубы и кадетская школа. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На зимние каникулы футболисты Крылья Советов могут уйти аутсайдерами чемпионата страны. После матча с Уфой они упали почти на самое дно турнирной таблицы премьер-лиги. Как самарский клуб умудрился проиграть равному сопернику, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Вы смотрите Самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. И сегодня речь пойдет о футбольных крыльях. Крылья Советов проиграли. Это уже третье поражение подряд. Два случились на выезде. Спартак забил два безответных мяча в Москве. Там же ЦСКА оформил один гол. Не сбылась и спортивная легенда про домашние стены, которые якобы помогают побеждать. На Самара-арене крылья проиграли Уфе 0-1. В середине первого тайма мяч влетел в ворота Рыжикова от Ловра Бизика. Главный тренер Уфимцев Вадим Евсеев так прокомментировал этот успех. Мы небольшой клуб, но мы стараемся развиваться. И поэтому мы за счет дисциплины только можем идти вперед. Поражение от Уфы и крылья Советов опустились на одну строчку вниз по турнирной таблице премьер-лиги. 13 место. А это уже первый и не последний звоночек в этом сезоне о переходе с самарской команды в более низший дивизион чемпионата страны – футбольную национальную лигу. 13 место – это зона стыковых матчей на вылет. Вылетит ли в таком случае из команды сербский специалист, покажет время. А пока его профессионалы больше похожи на мальчиков для битья. Игра была на 6 очков. Сами понимаете, в Уфе был первый хороший момент, когда они попали в перехладину, могли забивать. Потом у нас тоже был хороший момент. Не исполнили очень легко пропустили гол. И после этого старались создавать какую-то остроту у ворота Уфы. Но, к сожалению, просто не успели. Так это, думаю, агрессия чуть-чуть побольше нам сегодня была нужна. Главного галеодора «Крыльев Советов» Александра Соболева в матче с Уфой на поле заменил Виталий Лосцов. Мечей он не забил, но тренер его игрой остался доволен. Сам футболист ждет возвращения в основной состав яркую звезду «Крылышек», на счету которого 10 голов Сашу Соболева. Кроме него, по большому счету, вытащить самарскую команду из турнирной ямы некому. Мы будем сейчас работать, придавать усилия. Соболев возвращается, ему надо уже забивать. Я надеюсь, все будет хорошо у нас с Уралом. Приложим максимум усилий, потому что отпуск впереди, и надо уйти в отпуск на хорошей ноте. И нам нужны кровь из носа очки. Последний матч чемпионата страны по футболу в этом году «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 8 декабря в 3 часа дня на Самар-арене. Кто не боится замерзнуть при нулевой температуре воздуха и отрицательных эмоциях, добро пожаловать на матч с Уралом из Екатеринбурга. Это были новости спорта. Я Сергей Кизоркин. Увидимся в эфире и на спортплощадках города. До встречи. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самаракист» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин